Валматинская область Делегация из Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Минихановым. Я бы в предприниматели пошел, пусть меня научат. В Талдыкургане начались межрегиональные молодежные бизнес-стажировки. Вопреки правилам, специальная комиссия выявила в Ильинском районе нарушение закона о государственных символах. Расширяя международное сотрудничество, сегодня Алматинскую область посетила делегации из Татарстана. Во главе с президентом республики Рустамом Минихановым. Встреча с Акимом области Амандыком Баталовым принесла немало взаимовыгодных договоренностей в аграрном секторе промышленности и культуре. Наталья Хоменко с подробностями. Это первый официальный визит президента Татарстана в Алматинскую область. О том, что он непременно состоится, Рустам Миниханов заверил Аманда Кабаталова еще при встрече на международной выставке Экспо-2017. Уже тогда Аким области заинтересовал президента Татарстана возможностями края ЖТСУ. И как признался глава дружественной республики, все его ожидания оправдались. А вот здесь у вас очень красивая природа, и даже погодно-климатические условия позволяют иметь такие конкурентные преимущества, производить кукурузу, сою. Я думаю, что в области сельского хозяйства очень много тех пересечений, которые можно будет использовать. Очень активно работаем по современной технике, по сохранению влаги. Я думаю, что тема тоже и для вас важна, с учетом того, что очень активно занимаются миллиардовцы. Вот ваш опыт, конечно же, очень нам будет интересен. Аграрный сектор, пожалуй, самая взаимовыгодная сфера сотрудничества. Татарстан – один из крупных производителей сахара в России. Порядка двух миллионов тонн сладкого корня ежегодно собирают в республике. Действует три перерабатывающих завода. Для Алматинской области опыт Татарстана по возделыванию этой культуры будет весьма полезен. Наш регион, как известно, тоже уделяет особое внимание выращиванию и переработке свеклы. У вас очень сильно развито и на хороший уровень поставлен производство и переработка сахарной свеклы. Три завода мощных. Мы только-только начинаем все это восстанавливать. И нам в этом помогают россияне. Западные технологии мы применяем, чешские, другие вот эти. Но когда ближний сосед есть, я думаю, у вас мы много чего научимся. Научимся и потом, в последующем, все это применим здесь. И перспектив немало. Татарстан сегодня ведущий промышленный и аграрный субъект России. Занимает пятое место по производству промышленной продукции, доведя валовый региональный продукт до двух триллионов рублей. Является основным производителем молока, лидирует в машиностроении, не отстает и в нефтепрерабатывающей отрасли. Ежегодно поставляет 35 миллионов тонн сырья. И считается одним из крупнейших экспортеров России, поставляя в другие страны 50% произведенной у себя продукции. Товарооборот между Казахстаном и Татарстаном оценивается в 400 миллионов долларов. И эта цифра отныне, заверил президент Татарстана, будет только расти. Мы считаем, что Казахстан наш стратегический партнер и президент Казахстана один из уважаемых, посчитаемых нами людей. Большой группа нашего первого президента Митя Вишельевича. Я думаю, что наши связи и дальше будут развиваться. Конечно же, наши автомобилии КАМАЗ, в том числе и сборки, и гостолеты. Это другая наша машиностроительная продукция, наши нефтяники, наши нефтехимические продукции. Поэтому казахстанский рынок для нас очень интересен, но и пока перекос в нашу сторону. Нам было бы интересно, чтобы и изделия, товары казахстанских производителей появились у нас. Именно с этой целью Аким Алматинской области и пригласил делегацию Татарстана. Не просто укрепить двусторонние отношения, сделать их шире и перспективнее. И первые результаты взаимовыгодного сотрудничества уже достигнуты. Вы настолько сильно развиты, если какие-то филиалы ваших производств здесь на готовых уже площадках, мы все условия создадим для ваших руководителей предприятий. Для того, чтобы все равно накладные расходы огромные, то, что производится в Татарстане, и сюда привозить, продавать, здесь площадку сделайте, и можно рынок сбыта огромный Китай туда реализовывать. И в самом Казахстане тоже самое. По сборке сельхозтехники можно. Это наша область аграрная, нам именно ее не хватает. Мне очень понравилось, что строят очень много детских садов с участием частного капитала. Вот эту тему изучить надо, потому что государство все это построить не сможет. Потом посмотреть проекты школы. Я задал вопрос, сколько стоит школы на миллион двести детей. Надо пока два раза в десеркале, значит, надо посмотреть. Потому что каждый рубль бюджетный, он должен быть эффективным. Поэтому здесь мы тоже бы хотели обменяться вашими подходами, посмотреть, как все это реализуется. Впрочем, не только деловые, но и дружественные, родственные отношения связывают два региона. Рустам Мениханов встретился с татарской диаспорой Талдыкургана и был приятно впечатлен. Этнокультурный центр в этом году отметит свое 25-летие. Местные татары живут, соблюдая все свои обряды, чтут традиции, развивают национальную культуру и учат родному языку детей. Разговор получился теплый и душевный. Незабываемые эмоции вызвали у людей и подарки высокого гостя. Рустам Мениханов передал в дар Алматинской области уникальные артефакты. Письменную версию известного айтыса. О канцаре и биржан сала и собрание трудов о истории Татарстана. За особый вклад в деле развития национальной культуры и языка самые заслуженные представители диаспоры были награждены благодарственными грамотами от имени президента Татарстана. Впрочем, неоценимым подарком для всех стал сам визит делегации, который положил начало новой истории добрых отношений двух регионов. Встреча сегодняшняя с президентом Татарстана, она громадная, такая значимая и является одним из факторов дружбы народу. Я скажу, что татары жили, живут и будут жить в Казахстане смирно, и никто их не тревожит. И поэтому, как говорил Абай, это хорошая нация, которая может и работать, и жить, и дружить. Своего восторга от визита не скрывали и гости, восхищаясь гостеприимством и красотой же ТСО. Встреча стала богатой не только на договоренности в деловой сфере, но и новые дружественные контакты, которые обещают обернуться новыми проектами и перспективами, выгодными не только для двух регионов, но и двух добрососедских стран. Наши перспективы настолько большие, огромные, и сегодня нужно это уже строить. Алматинская область для нас открыла полностью себя во всех возможностях, во всех аспектах. Мне тоже очень импонирует позиция вашего Акима. Детально он все знает и детально знает, чего он хочет. Он хочет увязать наши, не только человеческие отношения двух республик, двух регионов, а взаимоотношения на человеческом уровне. Вот эта взаимосвязь, мне кажется, личной дружбой установилась, и нам это очень приятно, и пусть он так и продолжается. Решено также разработать и совместную дорожную карту, в основу которой лягут договоренности, достигнутые в рамках нынешнего визита, который, впрочем, стороны планируют продолжить. Вскоре по приглашению президента республики ожидается ответный визит делегации Алматинской области в Татарстан. Наталья Хаминка, Абзал Нусипов и Кайрат Кастурганов. Телекомпания ЖТСУ. Талдыкурган. Сегодня же делегация из Казани посетила Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос». Во время поездки президент республики Татарстан Рустам Мениханов ознакомился с ходом реализации уникального проекта и его перспективами. Какие впечатления получили гости из берегов древнего идиля и какие совместные планы намерены осуществить два региона, расскажет наш корреспондент. Знакомство с Международным центром началось с Сухого порта. Работать он начал 8 месяцев назад. И за это время здесь переработано порядка 110 тысяч контейнеров и перегружено более 5,5 тысяч тонн грузов. Главная цель, которую ставят специалисты, достичь максимальных объемов перевозки контейнеров и грузов уже к 2020 году. К концу года, я надеюсь, 200-300 тысяч мы достигнем. В целом, проектная мощность 500 тысяч контейнеров в год. Мы должны его достигнуть в 2020 году. Делегации Татарстана подробно рассказали о инвестициях и торговых возможностях МЦПС «Харгос». К слову, на сегодняшний день на казахстанской территории идет строительство порядка 10 инвестиционных объектов. Среди них торговые центры, галереи, гостиницы, оздоровительный комплекс. Все это позволит в разы увеличить приток туристов. По прогнозам сотрудников Международного центра, уже в следующем году казахстанскую часть МЦПС посетят более 6 миллионов человек. Поделились гостями и совместными планами с Китайской Народной Республикой на текущий год. Кроме этого, сейчас мы с ними совместно разворачиваем лабораторию. К концу года заработаем совместную лабораторию. То есть на мясо и молочку у них есть ограничения. Мясную продукцию, на молочную. К концу года заработают лабораторию именно на МЦПС. То есть будут не заводы проверяться и сертифицироваться китайцам, а здесь на партию товара. То есть товар зашел, партию проверили, выдали сертификат на эту партию, и может человек продавать. Побывали зарубежные гости в торговом центре «Самрог», представленные на прилавках товары казахстанского производства. По словам продавцов, особой популярностью у китайских туристов пользуются продукты питания, виноводочные изделия, сигареты, декоративная косметика, а также сувениры. К слову, на торговые точки приграничного сотрудничества прибыла также первая партия товаров из Татарстана. И, как отметили гости МЦПС «Харгос», это уникальная возможность выхода продукции на рынок Китая. Что касается торговой части, я думаю, это очень хорошая площадка для продвижения наших товаров в Китай. А в части индустриальной площадки надо посмотреть, какие производства будут здесь востребованы. У нас много полимеров, может быть, что-то из полимеров брать, может быть, какие-то компоненты. Будем изучать наши специалисты. Официальную часть мероприятия дополнила культурная программа, посвященная Дню культуры Татарстана в МЦПС «Харгос» с участием творческих коллективов двух регионов. Праздничные гуляния прошли на центральной площади Самбрук. Асим Кощегулова, Жаслон Шенгинжи, телекомпания «ЖТСУ Харгос». Очередной инцидент в Алматинской области на территории Балхашского района разбилось двухместное воздушное судно. В результате трагедии погиб пилот и пострадал один человек. Происшествие подтвердили в областном департаменте ЧАЭС. Возгорания не было, все причины авиакатастрофы уточняются. Более подробной информации еще не владеем, сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в неконтролируемом воздушном пространстве в 20 километрах с северо-восточнее населенного пункта Жиделя Балхашского района. По данным, опубликованным в интернете, воздушное судно принадлежит ТО «Олжабастау», которое не имеет соответствующих документов на эксплуатацию, выданную комитетом Гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. К департаментам по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК по факту будет проводиться расследование. На территории Алматинской области это уже третий случай падения воздушного судна. Напомним, 27 июня в Панфиловском районе потерпел крушение самолет Як-12. Спустя две недели, 10 августа, в Карасайском районе упал самолет Технам-2002. Водитель одного из государственных учреждений области уволен за вождение автомобиля в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Факт был зарегистрирован еще в прошлом месяце. Об этом стало известно сегодня на заседании членов Совета по этике под председательством руководителя Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алматинской области Серегбаев Нургисаева. Собравшийся форум дал настоятельные рекомендации руководителю аппарата Акимата области регулярно проводить соответствующие проверки среди водителей и строго контролировать исправность каждого автотранспорта. Кроме того, на Совете были рассмотрены ряд других вопросов, такие как профилактика коррупционных проявлений, своевременное и должное оказание государственных услуг. На заседании прекратили дело в отношении руководителя отдела транспорта и коммуникации из Кельдинского района, который доказал, что бюджетные деньги он использовал строго по назначению. Дело руководителя отдела сельского хозяйства города Талдыкурган по вопросам субсидирования переадресовано к городоначальнику. Стоит отметить, сегодня в 19 районах и городах области созданы дисциплинарные комиссии и назначены уполномоченные лица, которые проверяют работу госслужащих. Выявили несколько нарушений, что они, в частности, по Югорскому району, накладывают замечания, взыскания, а потом его в течение недели-две снимают, а потом через неделю еще раз наказывают за другие дела. Таким образом, тут явно просматривается вопрос, как они уводят ответственность государственных служащих от наказания. Ну, об этом сегодня было сказано, и мы сегодня порекомендовали, чтобы все приказы, которые неправильно были наложены на государственных служащих, они аннулировали и приняли соответствующее правильное наложение, взыскание за проступы государственных служащих. Приехали, увидели и пожурили. Специальная комиссия выявила в Илитском районе нарушение закона о государственных символах. Специальная комиссия пожаловала в Илитский район. Чтобы проверить, правильно ли установлены государственные символы. Это герб на втором этаже в здании местного управления государственных доходов. На первый взгляд, все в норме. Но, увы. Может, в хитростях налогообложения здесь и разбираются хорошо, но только не в правилах содержания символов независимости и суверенитета. Если герб расположен между вторым и пятым этажом, то его диаметр должен составлять один метр. А в здании гостоходов герб расположен на втором этаже. У него диаметр всего лишь 50 сантиметров. Он не соответствует новым стандартам. Руководство ведомства пообещало исправить нарушение в ближайшие дни. Кабинет начальника учреждения не вызвал нареканий. Герб и флаг соответствуют закону. Вот отсюда открывается панорама на Ильийскую районную детскую больницу. Издалека особенно хорошо виден флаг над зданием. Символ государственности паблик и обветшал. Посетителей на входе встречает также герб, почерневший от времени. Капризов погоды и, скорее всего, из-за небрежного отношения изготовителя. Герб, который мы сейчас смотрели, не соответствует новым стандартам. Мы в скором времени заставим убрать этот государственный символ. Вместо него нужен новый, который будет соответствовать всем стандартам. В случае невыполнения приказа больница будет оштрафована в крупном размере. Флаг в кабинете главного врача районной поликлиники тоже выцвел. И в этом немалая заслуга изготовителей государственных символов, подозревают члены комиссии. Впрочем, за некачественную продукцию вскоре тоже можно будет схлопотать штраф в размере 500 МРП. Из-за дождей наш герб уже выцвел. Мы согласны, что он не соответствует стандартам. В скором времени мы обратимся к своим заказчикам и по гарантийному талону все это возместим. Ревизоры также проинспектировали школы Утигенского и Байсеркинского сельских округов. По поручению Министерства образования в каждом классе казахского языка, истории и библиотеке должны быть государственные символы. К учебным заведениям претензий не было. Сотрудники этого учебного заведения все вовремя заменили. И герб, и флаг соответствуют всем новым стандартам. Никаких замечаний нет. Комиссия в скором времени повторно проверит учреждения, где выявлены нарушения. Если замечания не будут устранены, организациям грозит крупный штраф. Азаджумаханов, Курманжан Касымжанула, Аманжел Джонкешев, телеканал ЖТСУ, Ильевский район. Обзор зарубежных новостей продолжит выпуск. Глава Европарламента Антонио Таяни считает, что в Европе необходимо создать аналог ФБР для борьбы с ТГИЛ. По его словам, террористы пытаются устраивать атаки по всему континенту, и можно сделать гораздо больше во взаимодействии между прокуратурами, полицией и разведками. При этом предотвращение радикализации молодежи важно начинать с образовательного уровня, объясняя ценности Европы, отметил Таяни. Председатель Европарламента обратил внимание на нехватку европейских имамов, которые говорили бы на местных языках, а не только на арабском. Жители Техаса готовятся к мощному урагану Харви, который обрушится на побережье США в течение дня. Ожидается, что стихия принесет множество опасностей, ливни и штормовые волны. Сильные осадки пройдут в восточном Техасе, Луизиане и в нижней долине Миссисипи. Они могут вызвать опасные для жизни наводнения. В Техасе и Луизиане сосредоточены около 30 нефтеперерабатывающих заводов. Они обеспечивают треть от общего объема производства горючего в США. Ураган может привести к сбоям в работе нефтяников. Звезда голливудского шансонья Шарля Азнавура появилась на Аллее славы в Голливуде, Лос-Анджелесе. Трансляция церемонии открытия памятного знака вела торговая палата Голливуда. Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Его записи разошлись в мире общим тиражом 180 миллионов экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time признали его по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, самым значимым артистом в истории 20-го столетия. Информацию подготовил Ануар Мангельдинов по материалам интернет-ресурсов. К событиям в стране многие виды коррупции, аналогичные мошенничеству, совершаемому должностными лицами, относятся к категории преступлений против государственной власти. Все подробности в обзоре, подготовленном по данным республиканских каналов. В составе мониторинговой группы проверили анализ работы 16 государственных органов и отправили 280 рекомендаций для внесения поправок в законодательство. По их словам, многие нормативные акты необходимо пересмотреть, так как они создают условия для совершения взяток. Большинство касается сферы госсокупок. Отметим в своем послании глава государства. Нурсултан Азарбаев подчеркнул, что многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества. Каждый казахстанец должен не только негативно относиться к взяткам, но и пресекать подобные ситуации. Площадка на территории бывшего завода «Пластмасс» предоставляет предпринимателям возможность открыть новые производства на выгодных условиях. Здесь бизнесменов обеспечат семейными участками с инфраструктурой или готовыми зданиями под аренду. Работа выпуска фасадных панелей из пенопласта ведется на турецком оборудовании, которое закупили благодаря госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2020». Производство занимает 1500 квадратных метров в индустриальном парке. Комиссия рассматривает заявки бизнесменов в максимально сжатые сроки. Из 12 половины уже одобрили. Их реализация даст региону более 200 новых рабочих мест. Интересно, что размещать свои производства на территории индустриального парка могут как отечественные, так и зарубежные компании. Более 90 жалоб на действия госслужащих поступило в Алматы с начала года. В 15 случаях факты подтвердились, нарушители понесут административное наказание. В Казахстане появилась новая должность – уполномоченный по этике. Для казахстанских госслужащих этичное поведение теперь не просто абстрактная фраза, а конкретный набор правил. За соблюдением требований с января прошлого года следит специальный человек. Госслужащие должны всегда помнить, что любые его действия скажутся не только на его имидже, но и на имидже службы. Поэтому ему следует быть этичным на работе и дома. Сейчас главная цель уполномоченного – донести до каждого основные постулаты работы госслужащего. В долгосрочной перспективе сделать работу государственного аппарата эффективнее и повысить профессионализм всех сотрудников. Обзор республиканских новостей подготовила пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. В Толкургане начались межрегиональные молодежные бизнес-стажировки. По задумке организаторов, состоявшиеся предприниматели должны поделиться своим опытом и знаниями с начинающими. Официально это звучит так – содействие и раскрытие инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, повышение уровня компетенции молодых предпринимателей путем проведения ознакомительных мероприятий на действующих предприятиях малого и среднего бизнеса. В общем, слушатели ждут мастер-классы, тренинги, стажировки на различных предприятиях. К участию в финансовом ликбезе приглашены по одному молодому предпринимателю с Алматы, Астаны и 13 других регионов Казахстана. Алматинская область представлена 15 участниками. Цель нашего визита – это проведение межрегиональных бизнес-стажировок пятидневных. Это обучение молодежи молодежному предпринимательству. Программа предусматривает пятидневное введение бизнес-стажировок и также по окончании будут проведены общественные слушания. Проничений в разнострых нет, но согласно закону о госмолодежной политике, молодежь до 29 лет. В Салдыкургане прошел турнир по волейболу, организованный департаментом внутренних дел Алматинской области в честь Дня Конституции Республики Казахстан. По словам организаторов, популярный игровой вид спорта отлично развивает не только общую физическую подготовку, но и дисциплинированность и умение действовать в команде. Цель спортивного мероприятия неизменно – это формирование здорового образа жизни, а также повышение уровня подготовленности и спортивного мастерства стража порядка, которые по роду своей деятельности должны быть всегда в отличной физической форме. Очень приятно получать награды не только за хорошую службу, но и за спортивные достижения отмечают сами участники соревнований. Нужно отметить, что волейбольная дружина нашего региона, составленная из сотрудников полиции различных региональных подразделений, трехкратный призер чемпионата Министерства внутренних дел Республики Казахстан. На этих соревнованиях дружная команда ДВД области также в числе фаворитов. На последнем прошедшем в Спартаке области среди силовых структур госслужащих наша команда заняла почетно второе место. Наша команда ДВД Алматинского состоит не только из команды волейбола, но и есть команда футбол, баскетбол. Есть хорошие борцы, рукопашники, джиу-джитсу. И при поддержке нашего генерала наши спортсмены достигают хороших успехов. Стараемся всегда сотрудников привлекать к таким мероприятиям, чтобы всегда были здоровы и занимались спортом. Казахстанские борцы греко-римского стиля вернулись на родину после успешного выступления на чемпионате мира в Париже. Итог мирового первенства для казахстанцев – две серебряные медали. Одну из них завоевал наш земляк Деме Ужадраев. В аэропорту города Алматы и Героев спорта встретили представители Акимата Алматинской области, спортсмены и болельщики. Серебряную медаль весовой категории 71 кг Демеу завоевал в первый же соревновательный день. В финальной схватке спортсмену сборной Казахстана противостоял представитель Германии Франк Штеблер. К сожалению, казахстанец уступил ему по очкам 3,8. На своем пути к серебрю мирового первенства воспитанник областной школы-интернат для одаренных в спорте детей уверенно одолел борцов из Норвегии, России, Кыргызстана и Венгрии. Среди них были действующие чемпион мира и призеры Олимпийских игр. Отметим, это первый большой успех Демеу во взрослой и возрастной категории. Ранее он становился бронзовым призером чемпионата Азии, а также обладателем серебряной медали мирового первенства среди студентов. Это была вся информация уходящего дня. Я желаю вам отличных выходных. До свидания.